Здравствуйте! Меня зовут Алла Морозова. Я являюсь членом Союза художников России и руководителем живописи. И сегодня мы снова продолжаем с вами рисовать наши желуди в России. Мы на предварительном занятии сделали подмалевок заднего плана и сейчас приступим к подмалевку наших желудей. То есть мы сейчас полностью избавляемся от белых пятен. Единственное, где у нас остаются белые пятна, это на росе. Роса у нас всегда должна быть белыми пятнами. Я на прошлом занятии, обратите внимание, зарисовала только вот эту часть. Эта часть у меня будет теневая, так как свет у нас падает с левой стороны вот отсюда. И поэтому у нас все части с левой стороны будут освещены светом. И мы сейчас сделаем предварительно теневые стороны и световые будут у нас пока светлыми. Я беру снова травяную. В травяную добавляю желто-зеленую. У нас получается вот такой цвет. И сейчас добавлю воды. И перейду вот к этому желудю. Начну рисовать с этого места. У меня много воды. Чуть-чуть убавлю. Начну вот с этого места и обозначу. Обратите внимание, что здесь у нас снова имеется капелька. Мы обходим и оставляем место капли. И постепенно отрисуем часть верхней желуде. И сделаем небольшое пятнышко под нашей божьей коровкой. Это пятно мы оставим пока белым. Сейчас снова опустимся вниз нашего желудя и сделаем более темное место, теневую. Это называется собственная тень предмета. Доходим. Обратите внимание, я перевернула кисть для того, чтобы был плавный переход. Мы как бы выходим на более светлое место. И вот в этом месте, вот здесь, у нас снова падает свет. Здесь у нас будет очень светло. И немножечко плавно будет переходить в теневую сторону. Можно слегка усилить этот цвет. И сделать еще чуть темнее. Я напомню, что мы еще будем прорабатывать с вами все детали. Я сейчас слегка еще усилю вот это место. Вот. там, где у нас имеется собственная тень нашего желудя. Я переворачиваю, чтобы был плавный переход. И уже сейчас опустимся к нашему третьему желудю и сделаем ту же теневую часть. Я начну вот с этого места. Здесь имеется тень от улитки. Тень падает от домика улитки и делает очень плотное место. Не забываем, что здесь у нас имеются здесь имеется роса. В этом месте у нас будет с вами оранжевый цвет. Как бы дадим возможность загореться этому месту и слегка подчеркнуть нашу росу. Обратите внимание, что здесь у нас теневая будет от улитки и теневая будет собственная тень вот в этом месте. Я не захожу до края желудя, так как здесь имеется рефлекс. опускаюсь насыщенным тоном и закруглю вот это место. Здесь у нас тоже роса. сделаю еще насыщенней цвет и тон плавным переходом. и сейчас я добавлю желто-зеленый с большим количеством воды промокнув салфеточку и сделаем светлое место, куда не очень много попадает света, а частично. подчеркну и подчеркну нашу вот эту верхнюю часть желудя как бы здесь тоже имеется собственная тень. и сейчас перейдем снова вот наша красочка подсохла перейдем к верхнему желудю возьмем уже оливковый с большим количеством воды едва-едва заметно и сделаем здесь теперь перейдем к следующему и здесь тоже сделаем оливковый цвет едва видный опустимся вот сюда и снова оставляем рефлекс но уже не в таком количестве более зеленого оттенка теперь нам осталось еще вернуться вот сюда к третьему желудку желудью снова я беру с большим количеством воды и прорисовываю здесь можно даже оставить пятна белого потому что в это место очень много попадает света приблизительно так так как у нас высохла веточка вернее все что было вокруг веточки мы снова возьмем оливковый цвет и прорисуем стебелек на котором растут наши желуди я сейчас слегка промокну и полностью закрашу доходя до нашей капли обратите внимание я сделаю только вход в капельку и потом снова ухожу от этой капли она практически остается белой опускаюсь вниз тем же тоном тем же цветом оливковым мы сейчас все не закрашиваем мы сейчас делаем подмалевок здесь можно оставить край светлого белого тона и уже опускаемся до улитки сейчас мы можем нарисовать нашу божию коровку для этого мы возьмем с вами красный цвет кадми красный светлый вот такой цвет довольно таки яркий и пройдемся по верхней части божьей коровки чуть-чуть прям капельку добавлю воды не захожу на верхнюю часть там у нас будет свет оставляем белое место и можем полностью зарисовать и сделать нашу божью коровку красненькой мы потом еще будем добавлять сюда разные оттеночки красного мы сейчас просто обозначили это место так как у меня кисточка с красным цветом я сейчас зайду в оранжевый цвет еще добавлю красненького и сделаю акцент вот в этом месте чтобы это место у нас загорелось не заходим на капельку здесь у нас рядом будет капелька делаю плавный переход от зеленого красного и сейчас мы с вами прорисуем улитку улитка верхняя часть вот это головы улитки она имеет охристый оттенок возьмем охру вот такой цвет и прорисуем край верхней части прорисуем прорисуем вот эти рожки все зарисовали и сейчас мы перейдем уже к ракушке нашей улитки я вижу что верхняя часть самая выпуклая вот здесь середина будет иметь тоже охристый оттенок и чтобы нам не спутаться мы сейчас с вами начнем закручивать это место я возьму еще больше воды и этого же оттеночка охристого и будем делать вот такую спираль если вы вдруг куда-то зайете не переживайте так как мы сейчас рисуем едва видными линиями цветом едва видном самое главное не запутаться потом когда мы будем уже в дальнейшем прорисовывать уже более насыщенным цветом ракушка у нас имеет не только охристый оттенок но имеет еще темный коричневый цвет и постепенно я выхожу и обратите внимание вот здесь будет самое светлое место потом его перекроет темное раз два три у нас коричневых тонов будет только три вот такие овальных три овальных вот таких завиток завитка можно вот здесь прорисовать как бы отделить капельку от ракушки и сейчас у нас так как еще не совсем высохли детали нашей прорисовки мы снова займемся стебельком и сейчас уже будем прорисовывать и делать теневые стороны у наших веточек это много я сейчас добавлю плавный плавный переход здесь будет чуть более насыщенный зеленый цвет так как здесь от желудя падает плохо просохло но ничего падает от желудя тень и смотрите уже у нас перевернулось и светлое место стало с этой стороны а так как у нас желудь перекрывает это место здесь будет очень и очень темно мы еще сюда зайдем потом более темным цветом дошли до края нашей веточки и в принципе мы сейчас закончим наш урок на следующее занятие снова нам понадобятся акварельные краски палитра кисточки наш рисунок и баночка с водой и салфетки на этом мы с вами прощаемся до свидания всего доброго